Вспоминает же гибель пассажирского лайнера под Донецком. Ровно год назад Boeing 777 лазейских авиалейней, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины. Жертвами катастрофы стали 298 человек, все находившиеся на борту, граждане 10 государств. Панихиду по погибшим отслужат сегодня на месте катастрофы. Жители Донецкой Народной Республики пройдут крестным ходом к селу Грабово, там будет установлен памятный камень. Поминальные мероприятия уже состоялись в Австралии. Рейс MH17 стал последним для 27 жителей зеленого континента. В столице страны Канберия открыта памятная доска. Большинство пассажиров Boeing 192 человека были подданными Нидерландов. Святые к зданию посольства Королевского несут сегодня жители Киева. Тем временем президент Украины в годовщину катастрофы снова обрушился с обвинениями в адрес Москвы. В специальном обращении на английском языке Петр Порошенко назвал катастрофу делом рукополченцев, поддержанных Россией. С подобным заявлением выступил накануне госсекретарь США Джон Кире. Спустя год после трагедии, версии произошедшего по-прежнему разнятся. Москва настаивает на продолжении расследования в соответствии с принятой резолюцией ООН. Прекратить спекуляции и дождаться официального доклада о причинах катастрофы призвали сегодня власти Малайзии. Однако украинская сторона по-прежнему отказывается обнародовать имеющуюся у нее информацию. Вместо этого в Киеве поддержали инициативу создания международного трибунала. Проект соответствующей резолюции планируют внести в Совбез ООН, Малайзия, Австралия, Бельгия и Нидерланды. Приводят фотографии и видео якобы того самого Бука, ракетой которого был сбит Боинг. Публикуется запись переговоров ополченцев. Вскоре окажется, что запись смонтирована, а на фото украинский Бук на украинской же территории. У нас есть неопровержимые данные о том, что самолет сбили сепаратисты при поддержке России. Сейчас они пытаются скрыть улики. Вот эти черные ящики. Однако ополченцы передают обнаруженные бортовые самописцы представителям Малайзии. Те подтверждают, приборы не вскрывались. Международные следователи и наблюдатели допущены к месту крушения. Россия единственный из стран, предоставляет свои данные объективного контроля. По какой-то причине малазийский Боинг отклонился от курса на 14 километров севернее. Когда связь пропала, самолет находился в зоне обстрела сразу трех украинских буков. По нашим данным, в день крушения малазийского Боинга, группировка противовоздушной обороны вооруженных сил Украины вблизи города Донецк насчитывала 3-4 зенитно-ракетных дивизиона комплексов Бук-М1. Украинские ракетные комплексы были сфотографированы из космоса. Однако после катастрофы один из буков пропал. Кроме того, российские РЛС зафиксировали рядом с Боингом еще один воздушный объект, похожий по характеристикам на штурмовик Су-25. По данным предварительного отчета голландских следователей, опубликованным через 2,5 месяца после трагедии, Боинг был исправен. На обшивке обнаружены многочисленные следы от осколков. Вероятно, причиной трагедии стал взрыв рядом с корпусом. Доступные изображения с места показывают, что обломки фюзеляжа покрыты множественными отверстиями. Их расположение соответствует повреждениям, возможно, при попадании множественных частиц, обладающих высокой энергией. Возможно, Боинг был сбит именно ракетой класса «Воздух-воздух», выпущенной Су-25. Российские авиационные специалисты в качестве наиболее вероятной назвали ракету «Питон», которая могла быть поставлена на Украину из Грузии. О наличии военного самолета в небе говорили многочисленные свидетели, имя главного из которых рассекретил Следственный комитет России. Евгений Агапов, бывший механик украинских ВВС, заявил, это проверено на полиграфе, что лично видел, как один Су-25 в этот день вернулся без боекомплекта. Однако в июне этого года специалисты оружейного концерна «Алмаз-Антей», изучив обломки, собранные в Голландии, подтвердили другую версию. Лайнер был сбит ракетой из комплекса «Бук». Данная ракета комплекса «Бук» была снята с производства в 1999 году. После 1999 года ракета не производилась. То есть ни концерн, ни его предприятия не могли поставить эти ракеты в 21 веке, кому бы то ни было. В то же время мы располагаем неопроверженными доказательствами о наличии такого типа ракет в вооруженных силах Украины. Изучив, под каким углом поражающие элементы входили в обшивку «Боинга», специалисты выяснили, что ракета летела на перерез справа. Сблизившись с носом лайнера, она взорвалась. Больше всего пострадала кабина пилотов, левый двигатель и левая часть хвоста. Наиболее вероятным районом, откуда могла быть пущена ракета, чтобы создались соответствующие условия ее встречи с самолетом, это район южнее населенного пункта Зарощинского. В июле 2014-го Зарощинская находилась под контролем украинской армии. Именно там российские средства объективного контроля зафиксировали установки «Бук». Данные могут подтвердить или опровергнуть в Пентагоне. Ведь американский спутник слежения тоже пролетал над Украиной в момент катастрофы. Но США заявили, что представили все данные, которые были уместны. Украина же до сих пор не представила планы полетов военной авиации и данные о расходе своих ракет. А следователи эту информацию запрашивать не стали. 40% обломков «Гоинга» до сих пор не вывезены из Донецкой области. И до сих пор неизвестно о проведении важнейшей металловедческой экспертизы, по которой можно точно установить тип оружия. Тем не менее, отчет международных следователей уже подготовлен и отправлен всем заинтересованным странам для высказывания замечаний. Мы в соответствии со всеми правилами и нормами международными подготовили и отправили голландским коллегам свои обоснованные замечания и предложения по содержанию проекта отчета. Это достаточно объемный документ. К его содержанию у нас есть много вопросов и замечаний. Мы, безусловно, готовы будем в деталях все пояснить после публикации документа. Тем более, что нам есть много чего сказать. Российские эксперты надеются, что Нидерланды, они главные в этом расследовании, учтут комментарии наших специалистов. Однако пока комиссия упорно игнорирует многочисленные свидетельства и, по всей видимости, занимает позицию, навязанную Киевом и Вашингтоном еще в первые часы после трагедии. Так ли это станет известно после публикации окончательного доклада? Его представят в начале октября. Петра Вишинина, Артем Расказихин, ТВ-Центр. Эта ночь в Донбассе снова прошла неспокойно. На Луганском направлении украинские силовики дважды обстреливали населенные пункты на линии соприкосновения. Военные бели из минометов и гранатометов. По Минским соглашениям это вооружение должны были отвезти из зоны боевых действий. Снаряды попали в жилые дома, данных от пострадавших нет. И накануне вечером войска снова обстреливали город Ясиноватый и Киевский район Донецка. Там, по данным мэрии, осколочное ранение получила женщина. Снаряды упали на территории школы. А в Горловке местные жители возвращаются в свои дома после нескольких дней массированных отстрелов. Многие здания там полностью разрушены. Мед Украины объявил персоной Нонграда, исполняющего обязанности генконсула России в Одессе Валерия Шебека. По словам главы СБУ, его деятельность была признана несовместимой с дипломатической. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется. Известно, что российский дипломат уже покинул пределы страны. Тем временем в Верховную Раду внесен еще один законопроект, предлагающий динансировать соглашение между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Кершинского пролива. Сами же депутаты сейчас бурно обсуждают поправки в Конституции, внесенные Порошенко. В президентском блоке считают, что для их принятия в окончательном чтении главе государства не хватит голосов в парламенте. Хотя украинский лидер и заявлял, что изменения не предполагают никакого особого статуса для Донбасса, победить парламентариев, похоже, не смог. В ДНР и ЛНР заявление Порошенко уже назвали нарушением минских договоренностей. Он, давая интервью телеканалу СНМ, снова объявил, что Москва готовит вторжение на Украину. В стране сейчас идет очередная волна мобилизации. В армию призывают даже инвалидов. Местные СМИ написали о том, что в Венецкой области повестку вручили человеку, который потерял обе руки еще 9 лет назад. Сразу два нападения на военнослужащих в американском штате Теннесси. Стрельбу у комплекса здания ВМС США устроил 24-летний уроженец Кувейта. Сначала он открыл огонь из автомата по пункту вербовки новобранцев, а затем, проехав несколько километров, обстрелял центр поддержки операции военно-морских сил. В результате погибли 4 пехотинца, трое ранены. Один из них в тяжелом состоянии. Во время задержания полицейским удалось ликвидировать нападавшего. Его действия квалифицировали как теракт. По предварительным данным, мужчина мог принадлежать группировке «Исламское государство». Однако, эта информация пока не подтверждена. Ведется расследование. В эти минуты басманы из Сот Москвы решают вопрос о заочном аресте Ильи Пономарева. Депутат Госдумы объявлен в международный розыск. Его обвиняют в растрате 22 миллионов рублей, выделенных на развитие фонда Сколково. В апреле этого года Пономарев был лишен депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии следствия, парламентарий заключил контракт с фондом на сумму в 750 тысяч долларов. Он должен был провести некие научно-исследовательские работы и прочитать курс лекций. В прошлом году суд обязал депутата вернуть Сколково около 2 миллионов рублей. Часть его имущества была арестована. Сам Пономарев сейчас скрывается за границей. Он заявляет, что вины не признает и возвращаться на родину не собирается. Сразу в ПС регионах Центрального и Западного военных округов проходит масштабное учение РВСН. На маршруты боевого патрулирования выдвинулись около 10 ракетных полков. Всего в маневрах задействовано более 500 единиц техники и свыше 4000 военнослужащих. В Свердловской области в учениях впервые принимают участие мобильные комплексы ЯРС, которые недавно поступили на вооружение. Условия на полигонах максимально приближены к боевым. Войска отрабатывают противодействие диверсионным группам и отражают удары условного противника. В республике Мариэл приступили к развертыванию легендарной комплексы Тополем. На следующей неделе ракетчики отметят знаменательную дату – 30-е годовщину заступления на первое боевое дежурство этих пусковых установок. Ожидается, что масштабные учения продлятся месяц. Об итогах реализации программы улучшения работы МОЗ «Водоканал» сегодня говорил Сергей Собянин. Он посетил западную станцию водоподготовки. Уже более полувека она обеспечивает питьевой водой жителей 36 муниципальных районов столицы, расположенных на юге и юго-западе. Это миллион человек за сотки сотни тысяч километров воды обрабатываются с помощью самых современных технологий очистки. Недавно здесь было полностью заменено оборудованием. Теперь оно соответствует лучшим мировым аналогам. За контролем качества следят круглосуточно. Лаборатории позволяют проводить анализ воды по 160 показателям. Здесь заменено полностью оборудование, насосы, проведен ремонт так, чтобы оно еще десятки лет служило качественно и без боев. Повышена энергоэффективность работы. Что касается самой воды, недавно был реализован крупнейший проект по переходу от жидкого хлора, гиплохлориду натрия. Это вещество, которое безопасное, экологически чистое, не имеет запаха. Что позволило, конечно, серьезно улучшить качество московской воды. Сегодня мусульмане отмечают ураза Байрама, день окончания поста месяца Рамадан. Владимир Путин поздравил верующих с праздником. Президент отметил, что мусульмане принимают активное участие в жизни страны. Это помогает в сохранении мира и согласия. Свои поздравления направил и мэр Москвы Сергей Собянин. Только в столичных мечетях на утреннюю молитву собрались более 200 тысяч человек. Центром праздника стала Московская соборная мечеть. Там службу провел глава Совета Муфти в России Равиль Гайнудин. Он призвал мусульман молиться за прекращение войн на земле. После молитвы верующие садятся за праздничный стол. Традиции этого дня велят разделить угощения с близкими, оказать помощь и бездолинам. В Кавказских республиках, Башкирии, Татарстане, а также в Крыму сегодняшний день объявлен выходным. Борис Максудов наблюдал, как отмечает праздник на полуострове. Главное блюдо праздничного стола Зарема Сулейманова готовит на костре. Только так плов приобретает свой уникальный аромат. На последний ужин перед окончанием поста Рамазан по традиции собираются все родные. И так во всех семьях крымских татар. Перед ифтаром, вечерним приемом пищи после заката, обязательная молитва. Ее читает 11-летняя Эмине. Соблюдать строгие правила священного для мусульман месяца детям не обязательно. Но, как и все женщины в семье, девочка не ела и не пила днем. И садилась за стол после захода солнца. Я подошла к маме и сказала, я хочу держать розовую. Она сначала не разрешила, а потом приняла решение и разрешила. Утренний праздничный намаз обязателен только для мужчин. На полуострове сейчас проживает около 400 тысяч мусульман. Все мечети Крыма сегодня переполнены. Вот уже второй год праздник окончания поста. Это официальный выходной день в республике. Главная мечеть Крыма Кибир Джами вмещает только 500 человек. Принять всех желающих она не может. И поэтому молятся даже во дворе под открытым небом. Прийти на праздничный намаз стараются все. Браза Байрам – один из двух главных праздников ислама. Это объединяет Крым. Объединяет и показывает всем, что Крым – это хорошее место, доброе место. И чтобы все мы здесь жили счастливо. Сегодня в первую очередь будем папу, маму поздравлять. Потом все близкие люди поздравлять. В этот день каждый мусульманин обязан помочь нуждающимся, попросить прощения и навестить родителей. Во всех домах сегодня готовят традиционные блюда и накрывают столы. Принять гостей и нанести ответный визит – тоже часть традиции. Праздновать ураза Байрам в Крыму будут до конца недели. На выходных во всех городах полуострова пройдут массовые гуляния. Как заверяют крымские власти, так широко окончание мусульманского поста на полуострове еще не праздновали. Борис Махзов, Юрий Ламзин, Дарина Сафонова. ТВ-центр. Крым.